Я хочу рассказать вам о три основных экспериментальных результатов. Один из них. Но, раньше, я бы хотел, чтобы Дмитрий сбегал туда, хотел сумку раздать. Не уходи, да? Сайенс. Бездой в 1985. И я был дипломом на исследование Украина, в former Soviet Union. И наш основной идеей было использовать плазмотехнологии для контроля флот. В этом видео вы можете видеть плазмотехнологии в самом самом деле на самом деле в этом эксперименте было около 40% при плазмотехнологии. Была идея использовать эти технологии для гиперсоник двигателя. И теперь активность в этом направлении продолжается в двух программах. Интернационный программ на плазмотехнологии и Умбрелла ИОАРД. И у нас также национальный исследователь программ в России. Основные задачи – плазмотехнологии и сокращение плазмотехнологии и других. мы успели использовать плазмотехнологии для увеличения химических реакций. например в высокотехнологии на мах номер 2. Мах номер для технологий рам рам технологий успели увеличить увеличение комбуссии и нагрузки и нагрузки до 1,000 раз или миллион раз и это возможно в результате этого исследования возможно возможно реализовать реальную скрабжет технологию в типовой керосин в высокотехнологичной форме форме. для новой плазмотех – плазмотех. Что означает это плазмотех? Вы можете видеть пример этого плазмотех. Это структура плазма. Вы видите электронную микроваву десачку для многих энергетического плазма отдыха – из помещений основные функции этого плазма формирования – высокую энергию трауру энергетического энергетического энергии и долго и и после приёма Типиковый час этих плослоидов по 1 секунду. Поэтому физические параметры и характеристики этих объектов будут очень близко к нон, натурам или лоб. Насколько мы подходим к нюклее реакции? В основном, основная идея используется гидрогениевый плазмоид для реализации низкой энергии нуклеарных реакций в этот плазмен объект. Гидрогениевое означает, что мы используем плазмоформацию, в том числе и метал-нано-классерах. Здесь вы видите основные идеи, в том числе и метал-нано-классерах. И у нас есть пассажир, который приводит к этих вещам, и мы можем продолжить обсуждение о этих вещах. И у нас есть пассажир, который будет помогать. Я вам помню, в основном, в основном, в плане плазмоид-физике, Кацена, Л-E-N-R. Артифисийский плазмоид, в первую очередь, был создан Николай Тесниевым. Но я не знаю, вы знаете. Один другой путь, такой большой путь, был создан урозом, этим романом, зелен. Он знаменит, Владимир Капитца, и он решал об получении обслуживания для плацмотства, и основной, Я заметил, что энергия, энергия, который был получен в его эксперименте много, много лет назад. И COIP-коэффициент был около 10 лет в его эксперименте. Многие лет назад, 50 лет назад. И до сегодня мы не можем объяснить о его экспериментах. В нашем работе, мы успели получить стабильный плазмоид в сверху, с COIP-коэффициентом 2 до 10 в атмосферной температуре, и поэффициентом 1 до 10 кВт. Не 1 кВт, но 1 кВт. И вы видите, например, колориметрический эксперимент. Мы используем 1 кВт. Иımızı производим стабильный плазмоид в воды. И кВт. Их связь на сверху, в сверху. А если мы используем сверху, то есть игра контактина 3 кВт на 1, это очень важно. И наш главный эксперимент вы можете видеть в этой слайде. И первый эксперимент будет показано здесь. Пропакация и интеракцион шоков в плазме. Этот эксперимент был сделан в России, но также в Москве, в Университете, в Университете, в Университете, в Университете, в Университете, в Америке и так далее. Это эксперимент, когда мы используем традиционный шок-туб, мы видим экспериментный центр и диэлектрический тест-section, где мы создали плазма-формацию. И мы видим много-много кассота в даме, и светлые лимоносы, в кассоте, в этом шок-тубе. И последний результат, это было сделано, что сплитка начального шока-туба, и дополнительная модификация шока-туба, где мы видим, как мы видим, как мы видим, на правом интерфериметрике. When we measure the density distribution behind short waves and pressure distribution behind short waves, we can estimate energy excess by the well-known formula. And according to our measurements, the estimation of the COP was from 4 up to 10, and it was the first interesting results obtained many, many years ago. And another very interesting experiment was performed in the ballistic range. You can see the flow around spherical projectile without plasma and with pre-ionization. And you see a dramatic change of the short wave run and intensity of this short wave run. And when we can process this experimental data, you can very simple to obtain very reliable experimental results with energy release. And in this experiment also was obtained very high value of the COP, about 7. And another very interesting direction of our activity is maybe study or maybe attempts to create artificial ball lightning in laboratory. And we succeeded with obtaining such a plasmoid with specific energy storage about 100 or up to 1000 eV per atom and lifetime about one second. And here you see this plasmoid, very narrow collinear plasma beam, and propagation of this beam through the narrow channels. And also in this experiment was obtained very high value of CIP, and very simple device, experimental setup. You see the anode, two, a cathode, one, and the electric body with the capillian gap, three. And when we use high current pulse discharge, the operation of the wall will take place. And you see the structure of this plasmoid in argon. In the right picture, you see a bright candle, and green hollow around this candle. And it's very interesting results were obtained in the chemical reactor, which used high frequency discharge, torch discharge. And the electrode was loaded under the water's surface. In the right picture, you see the creation of the torch high frequency discharge. And inside of this discharge, you can see the formation of the plasmoid, bright yellow-red color. And after this plasmoid was stable, in the left picture, you see the formation of a huge plasmoid, and many streamers charged plasmoid. And very bright luminosity of the water, and you can see the location of this experiment. And very interesting results were obtained with the transmutation of the elements in the water, in the electrode. You see the creation of calcium, potassium, and unknown optical lights, optical pads. And huge concentration increase of lithium was obtained, mainly in this experiment. You can see in the red square, typical concentration of lithium before the experiment. And very interesting that lithium concentration was increased through the 10 seconds, and after 70 seconds this element was dissipated. And another element, for example, potassium or calcium was changed the lithium position. And very interesting that isotopic composition of lithium changed dramatically in this experience. Unfortunately, I have no time for the prolongation of my presentation, but I would like to invite you to continue this presentation in our poster. And also in another home. Thank you for your attention. We have time for a question or two. I'll have one. I think I missed something toward the end there. You're using this supersonic plasmoid to start the material, so you have a shockwave when you go through. Our main goal was destruction or decrease of the intensity of the shockwave by means of this plasmoid. But plasmoid maybe isn't true. Any flow, subsonic or supersonic, no problem. It's fine. This is actually a question to the organizers who find this talk fascinating. I'd like to hear a lot more. Can we extend his time? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.